приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы посмотрите на эту божественную красоту и вот это настоящее волшебство может организовать у себя каждый на окошке на балконе в лоджии в теплице а у многих есть сейчас теплицы и это можно сделать при использовании интересного метода метода выгонки луковичных цветов друзья коллеги вот и пришло время более подробно рассказать о выгонке цветов у нас уже было отдельное видео о посадке в цветочные вазоны анимон оно вызвало особый интерес вдохновило наших подписчиков на посадку собственных луковиц весенних цветов но у новичков возникли вопросы которые я собрала и вот ответ на них в этом видео а начнем с самого термина самого способа выращивания весенних и не только весенних цветов точно также я стала стала выращивать и лилии кстати гиппиаструмы то же самое можно их выращивать выгонять к праздникам что и делаю я вот это все это и есть выгонка что же такое выгонка это досрочное выведение растений из режима покоя под воздействием определенной температуры влажности почвы и воздуха а также света длины света светового дня благодаря изменению выше названных факторов луковицы просыпаются и выпускают цветоносы и цветут в более естественно ранние периоды мы используем для более раннего февральского иногда и новогоднего это было несколько лет назад для этого цветения используем теплицу это такое чудо на улице снег мороз слякоть иногда у нас вот юг украины и одесской области вот бывает часто такая погода а в теплицу заходишь здесь цветут крокусы затем гиацинты анимоны нарциссы что же нужно сделать чтобы состоялось такое полноценное цветение вот такой себе подарок можно сделать к новому году к февральским праздникам к мартовским праздникам можно просто-напросто себя порадовать и свою семью вот такими прекрасными цветами давайте разберем первое что очень важно это сами луковицы это важно знать цветоносы закладываются в луковицах в период покоя то есть вот мы выкапываем в летний период не в то время когда они цветут тогда все идет на цветонос и на сами цветочки иногда и на семена а вот именно мы выкопали уже все высохло и вот этот период летний идет это вот накопление нужных вещей для этой луковицы новой затем нужен период охлаждения и укоренения а затем только пробуждается вот эта луковица и тогда вот цветонос начинает движение к вверх к солнышку и зацветает но и не всегда из любой луковицы можно дождаться цветка вот это нужно знать вот такие мелкие луковицы совсем какие-то маленькие они не будут цвести иногда цветонос такой недоразвитый выходит кстати поврежденные или с очагами грибковых заболеваний также не смогут зацвести они даже будут эти листья выбивать но они будут у них недоразвитые и потом засыхают этот цветок не используйте эти луковицы а для выгонки мы выбираем всегда здоровые плотные такие тяжеловесные крепкие с целой чешуей луковицы ведь до получения красивого цветка нужны основательные запасы питательных веществ которые накапливаются в самой луковицы вот тот период покоя и вот оно накопилось все готово теперь можно теперь можно садить сажать но здесь еще не все сорта цветов для выгонки также имеет важное значение если крокусы можно использовать любые сорта кстати кроме осеннецветущих обязательно сейчас много продают осеннецветущих будьте внимательны читайте изучайте нужны весеннецветущие вот но тюльпаны и нарциссы нужно выбирать только ранние сорта я уже высаживала тюльпаны и нарциссы поздних сроков цветения увы какой смысл их цветение если в это время уже ранние сорта зацветают в открытом грунте за окошком у меня уже цветут в эти яркие розовые красные тюльпаны и желтые начинают раскрываться а эти только зацветают кроме кстати крокусов можно высаживать на выгонку сцилы хеодоноксы пушкини мускари 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 прошу прощения галантусы вот наши подснежники которые обычно у нас эти с белыми головками очень красивые тоже их высаживаем и это можно и их можно довести до цветения даже к праздникам время посадки луковиц это очень важно чаще всего я высаживала все луковицы во второй половине октября в этом году выбрала благоприятные периоды конца сентября для немон и вот первую половину октября просто купила в это время уже получила посылку с всеми луковицами выбрала самый самый лучший период и посадила опыт выгонки весенних луковичных цветов и лилий свидетельствует что лучше всего растут и цветут эти растения когда их высаживать в дни корня одни корни это дни у нас девы тельца и козерога вот такие укоренения само такие луковицы мощные начинают вот это движение медленно но потом формируется такая корневая мощная система здоровые корни и луковица естественно потом дает очень хороший цветонос высаживаю луковицы обычно в дерновую землю но в этом году у нас засуха была и дерновой земли нельзя было добыть в лесу поэтому использую садовую землю из нашего сада там где росли у нас седераты пару лет назад там у нас были была горчица затем уже сама засевается фацелия и вот я вот этот грунт взяла и добавляю кокосовый субстрат давайте лучше посмотрите как я это делаю сейчас вот этот кусочек когда вот этот процесс шел таинственный процесс посадки посмотрите высаживаю лилии на выгонку у меня есть вот такие лилии они уже начинают прорастать я недавно их получила и хранить их в холодильник нет смысла закладывать поэтому я их высажу на выгонку я уже имею опыт 2001 года 2020 осенью я их посадила уже начали прорастать и получили очень хороший результат что я делаю у меня есть два сорта я их сейчас марганцова раствор марганцовки 10 штук у меня есть вот такого цвета сейчас мы посмотрим что это за сорт вот прекрасный видите уже корешочки они свои начинают наращивать вот а вот это торф этот или что это мы сюда же добавим значит это у меня лилия еллу каунтри каунты выписывала я два сорта лилий а уже когда засветут мы точно будем знать вот такие но для начала они у меня пусть один цвет замочится пока будут замачиваться это я один лимонный и другой белый заказывала это лилия кент вот тоже самое начинает прорастать пусть замачивается мы идем сейчас вот этому важному здесь у меня 7 литровый такой большой эти цветочный вазон вот сюда я засыпаю вот этот очень хороший материал олистерол посмотрите сколько главное чтобы корни не соприкасались вот той частью что у нас есть дно и теперь идем сюда где у нас уже подготовлена садовая земля так у нас это маленький росточек мы его тоже посадим садовая земля вот она у меня пересеянная и 30 процентов с кокосового субстрата я уже частично перемешала сейчас тоже еще раз перемешаем хорошенько очень хорошо важно иметь именно плодородную землю которая отдохнула вот она у нас отдыхала здесь были разные травы все что росло там и сейчас мы это все перемешаем кокосовый субстрат дает вот этот воздушность корни хорошо прорастают и вот это совместно там кстати в кокосовом субстрате кто бы что бы ни говорил кстати говорят что и он соленый пробовала на вкус ничего там соленого нету вот в нем все-таки остается важное питательное вещество поэтому я его активно использую и там есть все что нужно во первых он без всяких микробов болезней без спор грибковых заболеваний это экологически чистый продукт вот земля у нас готова почва грунт и теперь засыпаю вот сюда горшок этот огромный 7 литровый горшок я хочу сделать композицию потому что у меня был маленький горшок на 5 литров там 10 луковиц очень красиво получилось а сейчас я хочу больше еще сделать так для того чтобы было два цвета эти два цвета я сейчас их композицию такую сделаю так уплотняю немного вот и кстати нельзя вот у меня это слово такое вот кстати вот она постоянно меня преследует но мы его и вот используем вот для таких целей хороших чтобы снова же какие-то акценты сделать смотрите наши луковички здесь ничего не обрезаю вот абсолютно ничего не трогаю потому что на корнях пошли смотрите росточки вот сейчас будем видеть сколько нам чего надо вот корешок у нас внизу и вот так сейчас буду выкладывать вот они наши корешочки кто-то говорит что нужно где-то я слышала что нужно обязательно высаживать лилии очень глубоко глубоко не надо сразу скажу так вот видите тоже росточек я его оставлю сейчас мы посмотрим что у нас будет какая композиция сколько мы возьмем на композицию только тут еще но скорее всего мы сделаем ага три оставлю для другого а сюда мы смотрите сейчас вот эти луковички мы отправим это у меня фориум я уже у них покупала и мне очень нравится этот магазин в плане того что луковицы всегда хорошие я получаю так сюда мне нужно еще штучки три луковички смотрите у нас будет по краям один цвет вот а посрединке вот таким образом мы посадим три луковички вот другого цвета будет как бы сердцевинка вот так вот корни не трое не себе здесь находится вот вот смотрите получается у нас сердцевинка одного цвета по краям будет другой цвет лилий пока я сейчас эти еще одну один горшок будет у меня пока замачивается вот здесь мы сейчас засыплю землей и уже они будут готовы к тому чтобы вот смотрите как они красиво выложены и после марганцовки они прошли уже этот процесс обеззараживания ничего что они там немножко там почернели это не страшно и теперь вот этой земелькой я их накрываю и накрываю высота у меня получается не сильно большая я уже это испытала глубоко их не надо мне надо будет воду поливать заливать чтобы водичка оставалась а не вытекала она немножко земля сядется я потом еще присыплю так как я уже на улице не холодно оставляю их пока на улице они должны проходить укоренение климатизацию все это они пройдут и мы затем их когда уже морозы будут занесем в теплицу и в теплице они будут у нас зимовать вот так вот мы высаживаем лилии уже второй год и получаем замечательные замечательные просто букеты цветы которые нас радуют это кстати очень ароматные цветы будет очень красивая композиция цветочные вазоны с посаженными луковицами я оставляю северной стороны дома куда в это время уже осеннее время солнечные лучи просто-напросто не попадают и здесь прохладнее всегда естественно ночью уже бывают разные температуры в этом году прохладно довольно таки холодно и ночью бывает уже и было плюс два плюс четыре плюс пять вот сейчас чуть-чуть потеплело дождики температура не такая высокая как были в прошлое было в прошлые годы при засушливой погоде поливаю чтобы почвогрунт не пересыхал но и нельзя ни в коем случае чтобы была стоячая вода корневая система должна полноценно наращиваться и вот здесь ни в коем случае нельзя перелив иначе начнутся грибковые заболевания при таких температурах это актуально даже при использовании биопрепаратов вот сейчас у нас несколько дней идут долгожданные такие дожди которых у нас не было с 5 июля горшки находятся здесь же под открытым небом сюда тоже падают капельки естественно естественно природного дождя то есть для луковиц сейчас идет у нас обычное развитие они сейчас уже просыпаются и начинается наращивание корней как в естественных природных условиях здесь вазоны будут находиться до морозов перед морозами все вазоны перекочевывают в теплицу а там уже начинается сама выгонка подготовка к цветению у каждого растения свой период подготовки к тому чтобы открыть свои цветочки к солнышку но для гиацинта чаще всего это у нас где-то идет такой период 12 недель то есть 12 недели разделите на 4 вот три месяца три месяца подготовка и формируется цветонос вот с момента когда он появляется еще нужно 3-4 недели то есть месяц и затем расцветает гиацинты крокусы быстрее это делают для каждого цветка и при определенных условиях эти периоды разные пробуйте вот это интересно сделать есть разные варианты в данном случае мы заносим только когда цветут уже цветочные вазоны можно занести там на праздник обычно оставляем их в теплице еще отвечаю на вопросы по поводу поливов и подкормок естественно подкормки нужно проводить во время цветения но вместе с поливами это делаю провожу поливы благоприятные дни вместе с подкормками благоприятные дни у нас всегда известны у нас на каждый месяц есть на канале лунный календарь агро приема всех на определенный месяц и там среди различных календарей обязательно есть календарь полива многие уже пользуются и много лет получают хороший результат здоровые цветы и красивое цветение кстати зимой очень хорошо поливать водой с настоем кожуры бананов очень хорошая вещь пробуйте делайте это доступно каждому не каждый может купить удобрения а вот кожура бананов настоянная и разведете водички очень хорошо получается далее нужно помнить еще одну вещь при поливах что вот мы когда при посадке ставим дренаж специально чтобы ни в коем случае не было переувлажнения почва должна быть влажной но не должно быть ни в коем случае стоячей воды вода должна уходить лишнее и почва должна быть вот все время увлажнена для того чтобы корневая система постоянно трудилась на благо вот этого прекрасного цветка после цветения и засыхания цветоносов и первых листьев гиацинтов крокусов анимон я беру вазоны и выношу на улицу здесь уже начинаются весной плюсовые температуры обычно это в апреле делаю затем перевалку всех растений одним комом в яму глубиной шириной цветочной вазы примеряю себе сколько мне надо выкапываем лопатой затем благоприятный день снова же делаю перевалку луковиц в грунт то есть вот этим всем комом одним вот этот вазон весь содержимое вазона выкапывается вытягивается очень легко они не рассыпаются много корневой системы и в грунт здесь и засыпаю где-то слой сверху еще сантиметр и прижимаю землю вокруг них вот этой посадки здесь мои луковицы дозариваются засыхают до июня месяца а в июне выкапываю и храню в сухом темном месте до сентября вот анимоны повторно высаживаю вазоны часть новых обязательно покупаю даже много покупаю так я очень люблю эти цветы свежие покупные всегда цветут дольше но не могу выбросить и не могу высадить вот эти анимоны которые у меня есть потому что они просто в грунте если и зацветут это будет поздно и не успеваешь их высадить вовремя тем более сейчас будет очень длинная холодная зима длинная весна будет и только в июне начнется вот нормальное тепло поэтому луковицы всех луковичных цветов весенних цветов я высаживаю сейчас вазоны а затем уже когда все этот процесс проходит и вот часть луковиц которые у меня в прошлом году росли в этом году вернее росли весной я их высадила уже в открытый грунт в почву и таким образом они вот у нас трудятся дальше восстанавливаются естественно через пару лет они красиво цветут уже это испытано уже это прекрасно работает что ж сегодня мы ответили а мы это раиса горяченко александр волик ответили на ваши вопросы по поводу что же нужно делать и знать для того чтобы использовать вот этот способ который называется выгонка что это такое мы с вами разобрались какие луковицы нужно для этого использовать можно конечно можно и в воде выгонять но там целая технология и луковицы потом просто выбрасываются если хочется то можно это попробовать мне этот способ не понравился я все-таки вот эти дорогостоящие луковицы новые сорта предпочитаю их сохранить и еще потом радоваться их цветению на своих цветниках прощаемся с вами всего самого доброго красивых вам цветов прекрасного солнечного настроения в эту долгую зиму именно вот эти цветы дает такой позитив такое вдохновение на все дела и на каждый день такое прекрасное настроение поэтому высаживайте выгоняйте начните с маленького горшочка с крокусов это самое простое и у вас все обязательно получится удачи вам хороших вам красивых цветов здоровых цветов хорошего настроения крепкого всем здоровья и всяческих мыслимых и немыслимых вам благ